Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то новый видеоурок после долгого перерыва, и сегодня я подготовила для вас кое-что очень интересное. Видео подойдёт для студентов любого уровня. Если вам трудно, включайте субтитры русские или английские. Итак, о чём мы сегодня будем говорить? Наша тема – сравнение. Глагол сравнивать, сравнить, значит взять два объекта и посмотреть, похожи они или они разные. Часто в таких предложениях мы используем союз «как». Например, у меня глаза, как у папы. Это мой личный пример. Но в языке есть такие сравнения, которые используют все носители языка одинаково и которые понятны всем носителям языка. Например, если я вижу белое платье, я могу сказать, что платье белое, как снег. Не белое, как бумага, или как сахар, или как молоко. Хотя все эти объекты тоже белые, правда? То есть для нас в русском языке снег – это как будто эталон белого. Мы говорим «белый, как снег». Это устойчивое выражение. Но это был элементарный пример, такой очевидный, понятный. А сейчас у нас будет ещё десять таких примеров сравнений. И я предлагаю вам смотреть видео и по ходу видео писать комментарии. Есть ли такие сравнения у вас в языке, аналогичные? И если есть, то какие выражения вы используете в такой же ситуации? Договорились? Ну что, тогда начинаем. Для начала давайте разберём сравнение с животными. Номер один – работать как лошадь. Что значит работать как лошадь? Это значит много работать и при этом уставать. Например, считается, что женщины в декрете не работают. Но на самом деле женщина в декрете работает как лошадь. Декрет, кстати, или декретный отпуск – это отпуск, который получает женщина, когда у неё рождается ребёнок. Обычно женщина. Мужчина тоже может получить, но это сложнее и случается гораздо реже. Да, если вы подписаны на меня в Инстаграме или в Фейсбуке, то вы знаете, что тема декрета сейчас для меня актуальна. Итак, номер два – голодный как волк. Голодный как волк. Это, очевидно, значит быть очень голодным, очень хотеть есть. Ну что ж, продолжим тему декрета. С тех пор, как у меня родился ребёнок, я почему-то всегда очень хочу есть. Особенно по утрам. Каждое утро я просыпаюсь голодная как волк. Это правда. Не знаю почему. Ну, хотя нет, знаю. Потому что женщина в декрете работает как лошадь. Номер три. Злой как собака. Вот, кстати, несправедливое выражение. Почему-то из всех характеристик собаки мы выбрали именно злой. Злой как собака. Ну, ладно. Мой пример. Когда я просыпаюсь голодная как волк, ко мне лучше не подходить. В этот момент я злая как собака. Я выбрала эти три сравнения с животными. Но на самом деле их гораздо больше. Если вам интересно, можно даже сделать целое видео о выражениях с животными. Так что ставьте лайк, пишите комментарии, если интересно. Но пока достаточно. И мы переходим к следующему блоку выражений. Тем временем мы уже вышли на прогулку. Ну что ж, продолжим. Следующая группа примеров – это сравнение с продуктами. Номер четыре. Как выжатый лимон. Что такое лимон, вы, конечно, знаете. И если вы хотите лимонный сок, то лимон надо выжать. И выжатый лимон – это лимон, в котором уже нет сока. И выражение «как выжатый лимон» значит «очень уставший». Например, казалось бы, всё, что нужно делать в декрете – просто играть с ребёнком целый день. Но под вечер я чувствую себя как выжатый лимон. Нет сил даже почитать. Пример номер пять. Свежий, как огурчик. Или просто, как огурчик. Огурчик – это огурец. Обычно маленький огурец. И свежий, как огурчик, значит бодрый, полный энергии, сил. Обычно мы используем это выражение на контрасте. Например, если человек болел, чувствовал себя плохо, у него было мало сил, мало энергии, то потом, когда человеку становится лучше, он выздоравливает, мы говорим, что он свежий, как огурчик. Продолжу свою серию примеров. Не важно, что вечером вы как выжатый лимон, или у вас болит голова, или вы плохо спали ночью, утром всё равно вы должны быть как огурчик, ведь у ребёнка всегда много энергии. И пример номер шесть. Как сыр в масле. Или кататься, как сыр в масле. Это фразеологизм, и он означает жить в достатке, иметь всё необходимое, быть довольным жизнью. Например, конечно, все родители хотят, чтобы их дети получили хорошее образование, нашли престижную работу, и вообще жили, как сыр в масле. Или катались, как сыр в масле. Кстати, рабочий лист со всеми выражениями сегодняшнего урока, с примерами и заданиями вы можете найти на Патреоне. Присоединяйтесь. И последняя группа примеров, просто без темы. Номер семь. Спать, как убитый. Говорят, что маленькие дети спят, как убитые. Но Феликс, Феликс – это наш сын, Феликс просыпается от каждого шороха. Номер восемь. Как снег на голову. Как снег на голову, значит, неожиданно, внезапно, когда что-то происходит, и вы этого совершенно не ожидали. Например, вчера Феликс наконец-то уснул, и тут, как снег на голову, пришёл почтальон и позвонил в домофон. Надо ли говорить, что я была злая, как собака, правильно. Номер девять. Как без рук. Мы говорим это о чём-то очень необходимом. Структура такая. Без чего-то, как без рук. Например, без мобильного телефона, как без рук. Без машины, как без рук. Ну, мой пример. На Новый год муж подарил мне беспроводные наушники. Сначала я думала, что они мне не очень нужны, но сейчас я без них, как без рук. Очень удобно, потому что можно не носить телефон всё время с собой. И последний пример, номер десять. Как две капли воды. Как две капли воды. Мы используем это выражение, когда говорим, что что-то или кто-то очень похожи друг на друга. Например, многие считают, что Феликс очень похож на папу, как две капли воды. Ну, посмотрим. Ну что, друзья, это всё на сегодня. Нам пора домой. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите комментарии. Обязательно напишите, как аналогичные значения выражаются у вас в языке. Мне будет очень интересно почитать. И если вам понравилось видео, ставьте лайк. До встречи на новом уроке. Пока!